это снова вы спасибо вам что смотрите наш youtube канал киберкар тв для новичков которые только подписались на наш youtube канал пару слов кто мы такие мы компания которая занимается дооснащением премиальных автомобилей разработкой оборудования для них и мы рассказываем об этом для вас чтобы вы могли увидеть чтобы вы могли познакомиться с теми возможностями которые реально можно реализовать в вашем авто а не просто ездить и слушать радио вот и сегодня мы подготовили для вас очень интересного нет очень удивительно нет мопом извините за мою несобранность дело в том что я до сих пор не могу отойти от того что я видел ведь я уже видел то оборудование которое установили в автомобиль я видел что мастера какую работу они произвели ничего и вы скоро увидите и вы скоро познакомитесь и вас будут вот такие глаза от удивления я гарантирую в этом видео сначала я дам вам краткую информацию вводную о бмв далее я буду долго упорно рассказывать вам про итог выполненной работы над этим автомобилем и в конце по традиции я конечно же попрошу вас позвонить к нам в установочный центр записаться на прием на установку и приехать к нам ну что мужики готовы тогда поехали а ехать мы сегодня будем вместе с бмв 5 серии в кузове g30 всем известно что бмв в кузове g30 выпускается с двумя видами головного устройства первый вид имеет довольно неплохой штатный монитор то есть он реально хороший к нему можно подсоединить например аиртач перформанс на базе 5 андроида и получить хорошую качественную мультимедиа да и не только аиртач и много других разных ништяков а вот что касается второго вида комплектацию которого присутствует вот такой вот маленький дисплей офигенная тачка с таким дисплеем но и только функция зеркаливания смартфона может быть хоть как-то и разнообразит эту мультимедиа но нам-то с вами этого недостаточно мы-то с вами привыкли нагибать систему и мы ее нагнули на примере этого бмв g30 наши разработчики придумывали воплотили в жизнь и выпустили на российский рынок монитор на базе андроида 8 8 друзья уже 8 андроид вышел мне кажется что лет через 30 я буду записывать видео про 68 андроид и естественно конечно же весь процесс по замене этого монитора происходит по технологии разъем разъем тем самым сохраняется официальная гарантия автомобиля мы работаем с премиальными авто и гарантия авто далеко не на последнем месте в нашем регламенте работы во первых экран сенсорный да 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 вот так вот наверное сейчас владельцы бмв g30 реагирует потому что наконец таки им доступна такая возможность управлять с помощью сенсорного экрана своей мультимедии но это еще не все я буду в этом видео вас постоянно удивлять этот экран еще имеет емкостной тачскрин что за непонятные слова говорит шеи человек окей и я вас понял присутствие емкостного тачскрина позволяет вам управлять сразу же несколькими касаниями это очень удобно когда вы пользуетесь навигацией не нужно плюс-минус вот такими движениями увеличивайте сужайте ну и во вторых сам интерфейс этого монитора выполнен под стилистику бмв если я не ошибаюсь даже чем-то смахивать на интерфейс нбт или же нбт его одним словом очень классно вписывается в интерьер самого автомобиля ну и конечно же сам дизайн этого монитора поэтому в сравнении с тем какие блага предоставляет нам компаниям бмв тот монитор который изобрели наши разработчики и выпустили на российский рынок я считаю гораздо интереснее многофункциональнее привлекательнее нежели то что нам предлагает бмв но ничего страшного они выпускают хорошие качественные автомобили за этом отдельный плюс фарма функция отзеркаливания смартфона конечно же присутствует здесь подключается быстро не тормозит удобно практично но навряд ли вы будете ей пользоваться почему напомню я говорю про android 8 соответственно там для вас уже открыт полностью весь плей маркет и все его дары уже можно просто брать и скачивать свой автомобиль от бросить телефон в сторону использовать его только для тех случаев когда жена нервно звонит и спрашивает где ты давайте подробнее устали от штатной навигации в своем автомобиле так берете и скачиваете яндекс навигатор google maps city git navitel double gis и много других навигационных сервисов которые доступны на этом плей маркете более того голосовое управление сенсорное стекло емкостной тачскрин здесь да это просто мана небесная для тех автовладельцев у которых уже седина на волосах от этой тупой глупой штатной навигации которую выпускают производители мы эту ситуацию исправили для вас кстати видели только что как на этом мониторе я уменьшил навигационный сервис вот до таких вот размеров и слева вправо в другие углы его двигал круто да это мы сделали для того чтобы вы по максимуму использовали мультимедиа чтобы вы использовали сразу же несколько приложений на своем мониторе это удобно это практично это многофункционально это модно и наконец-таки это современно все тема навигации закрытой идем дальше если в вашем автомобиле будет стоять такой монитор с 8 андроидом можете серфить интернет это то есть google яндекс opera mozilla и другие браузеры доступны вам скачиваете устанавливаете вводите в поисковую строку что он душе угодно что вы обычно вводите там и пользуйтесь также доступны и социальные сети для скачивания использования но не знаю насколько это удобно переписываться с монитора но сейчас время аудиосообщений и вот тут так как раз таки и можно использовать социальные сети это удобно это модно это таким монитором возможно идем дальше навигация браузер социальные сети это конечно хорошо но навряд ли они смогут предоставить вам быстрое актуальное какое-то развлечение удовольствие особенно когда мы стоим в многокилометровых пробках или например ждем жену из магазина которая там застряла с вот такими пакетами поэтому вы просто берете скачиваете youtube вводите в поисковой строке например смешные ролики и наслаждаетесь смеетесь развлекаетесь ну возможно вы смотрите познавательные какие-то ролики и это кстати очень хорошо если вы не хотите смотреть все эти шизанутые ролики да на ютубе вы без проблем можете скачать цифровое телевидение плеймаркет предоставляет вам огромное количество различных приложений разработчики постарались и дают вам огромный выбор скачивайте устанавливайте смотрите нтвр нтв где показывают не менее шокирующие ролики антирадар парковки москвы социальные сети браузеры и даже игры будут доступны вам немного завидую если честно потому что на мой автомобиль нельзя установить это оборудование система просто не позволяет ну то есть сама электроника не способна принять то что может быть установлено у владельцев бмв пятой серии в кузове g30 на протяжении этого видео у вас должны были появиться какие-то вопросы и в ютубе есть такая возможность их задать а именно в комментариях спрашивайте цену сроки установок что за оборудование там как это лагает налагает как звук как видео кстати по поводу видео совсем забыл этот же экран имеет офигенную матрицу ну вы сами кажется убедились да когда сейчас просматривали этот видеообзор и видели качество картинки на этом экране просматривать супер крутые hd ролики фильмы просто одно наслаждение ладно вернемся к прощанию помимо того что вы можете задать в комментариях свои вопросы вы также можете зайти в описании к этом видео там вся интересная информация о нас отзывы клиента примеры выполненных работ сайты заходите изучайте а лучше просто звоните ведь так намного быстрее позвонили задали вопросу записались приехали и довольны уехали что еще нужно все мужики на этом видео заканчивается будьте осторожнее на дорогах пока